Всем огромный-преогромный привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Алюни и Катюня. Всё просто, хотя далеко-далеко не просто. Обсудим мы с вами новый влог, а мы готовимся к зиме и убираем во дворе. Прямо рифма. О, ничего себе, Катюня написал. Значит, что у них? Приветствие Алене, да, такое затяжное. Стоит, значит, рассказывает, что они занимаются уборкой, делами во дворе. Какую-то гирлянду она там снимала, да, стояла с этими ножницами садовыми. И, значит, опять, ребят, я обратила внимание, во что она одета. Кофта вроде, знаете, не огородняя, не делами заниматься. Но, опять же, кажется, что вот-вот треснет на ней. И ещё она постоянно её обтягивала вниз, дабы, наверное, она не поднялась аж до самой груди. Но вот как она не видит, что она на себя напяливает? Ну, неужели нельзя подобрать гардероб такой, чтобы была одежда свободная и скрывала все её вот эти вот формы, да? Нет, одевает, чтобы просто всё трещало. Либо она пухнет на глазах, да, и одежда тут же ей становится мала. Либо что, вот я не понимаю, ребят. Дальше она опять за погоду сказала, что якобы весна. А потом, ой, ну вот вы пишете, что осень, ну не весна же. Ну, осень, да, я всё знаю якобы. А кто там ей пишет, не знаю. Я об этом говорю. Ей вообще, ребят, никто ничего не пишет. А если пишут, тут же всё удаляется, да, со скоростью. Точно так же, как и Калюня поприветствовал, да. И тут же она начала морали читать, что вот, говорит, когда Коля, говорит, будет интересно, то якобы вы ждёте, когда же будет интересно. А у них там, ну, всё просто. И кто им пишет про интересно, ну, мы же пишем. Поэтому Алюня сидит у меня на канале, а не у себя. Да, у себя только подчищает комменты. Ну, пусть подчищает, пусть. Канал стоит на месте, абсолютно не растёт, он неинтересный. Комментарии пишут одни и те же. А ежели кто-то напишет своё честное мнение, оно тут же удаляется. Дальше показывает Колю, как тот лезет по лестнице и рассказывает про товары в магазине, что не все показали цены, потому что, ну, показывали то, что им надо, да. И есть столько магазинов, столько товаров, что ой-ой-ой. Алюнь, кому интересны твои товары, твои магазины с дешманской колбасой? Кому вообще это интересно? Потом сказала, что ходили с бабой Таней по хоз товарам, выбирали молодёжи что-то. А нам Алюне не показала. Видимо, баба Таня выбирала, а Алюня представила это, как будто она. Дальше рассказала, что у Семёши свищ под шеей, думала, что всё выйдет, а не вышла. Хоть и обрабатывала. Причём тут обработка, тут антибиотики нужны коту. Кота не только кормить сосисками нужно, но и лечить. А сосиски вообще ему противопоказаны. Ужас, ребят, она только мучает кота. В дом она его не пускает. Если холодно, вдруг на кухню. Кормит сосисками. Кот болеет. Ему плохо, а ей пофиг. Дальше показывает ящики с картошкой и говорит, невялая, прекрасная картофель у нас. Ну вот вам грамотность Алюни. Угу, уже хоть бы картошка сказала, а то невялая, прекрасная картофель у нас. Ага, аж на три семьи. Дальше Алюня в ожидании Полины и Вани показала, чего она там наготовила. Ребят, огромную тарелку жареных сосисок. Это ужас. И при том, что она кастрюлю курицы сделала, кастрюлю пюре и еще огромную какую-то такую бадью подливы. Жесть, короче. Но они и жрут, ребят. И я просто в шоке. Но ладно курица, пюре, ладно подлива, но нафига эти сосиски жарили? Да еще в таком огромном количестве. Опять прицепилась к Семену, накормила его тоже уже жареными сосисками. Ну, это со слов. Мы-то с вами не видели. Говорит, приболел, приболел. Так вези в больницу, приболел. Ужас. Ну, ничего, говорит. Ну, ничего. Конечно, Алюнь, ничего. Дальше уже кадры с Полиной, Ваней и ребенком. Ребенка таки засветила, да. Полина якобы у них компьютерный гений. Помните, как она говорила? Недоучина или как-то недоучка обозвала ее. Ваня укачивал Ульяну. А это пришла тарахтелка и тарахтела. Ну, и якобы сказала, да, что Полина не стесняется якобы сниматься. Все говорят, Ваня стесняется. А Ваня стесняется. Тут Ваня машет головой. Нет, не стесняюсь. Попробуй скажи ей что-нибудь против этой тетки. И где, говорит наш дедушка Коля? Да, все уже нанянчились, накормили внучку. Ага, все кормили прям грудью, да, внучку. Прям все вчетвером. Говорит, значит, Полинка чудо чудное. Ну, ладно, чудо чудное – это ерунда. А дальше она говорит, дети термоядерные. Алёнь, что у тебя в голове? Мне страшно, не пора ли к доктору? Дети термоядерные? Ты вообще нормальная? Что ты несёшь? На внучку термоядерная? Ужас, ребят! Куда она едет, эта наша Алюня? Про поездку, я думаю, вы понимаете. Семёну после еды повезло, да, ему отдали хрящики от курицы, бросили прямо на песок во дворе, да, и подружку он привёл, видимо, такую же бедную и несчастную, как сам он, да, чтобы угостить хрящиками. Жуть, ребят! Дети термоядерные, кот весь больной, голодный. Главное, сама набрала пузанины. Дальше Алюня ходит с камерой за Калюней, там раздаёт ему указания. Калюня то подметает, то цветы какие-то пересаживает, а это только тарахтит над ухом, да. Ну, а чё? Точно так же, как и сафарик у Уралки на даче носится, а это только с камерой ходит. Ну, и дальше объяснила Алюня, почему же она с Калюней, потому что у них семейная идиллия, и Калюня без неё не может. Далее Алюня, прям захлёбываясь слюной, рассказывала, как Калюня любит цветы, и стояла и снимала, как он пересаживает. Да, слушайте, она что, не умеет глотать слюну? Ну, точно как Уралка, прям говорит и захлёбывается. И опять делишки и делишки. И сколько раз эти делишки за ролик повторялись, я уже сбилась со счёта. Опять завелась про Ульяну, что такая маленькая, такая взрослая. Калюню назвала Николай Викторович. Я прямо же вздрогнула, думаю, эко-честь ему. Ну, а потом опять Калюня. Кстати, многие смеются, почему Алюня и Катюня. Два взрослых, возрастных уже, Лба и Катюня. Опять нам показала эти ящики с картошкой, сказала, что Полине не нужна картошка, и пюре ей не нужно, подливы, говорит, дадим. Ребят, представляете, мука с водой, она решила подливы дать Полине. Умница, прям нет слов. Ну, а дальше показала сарай. Где-то какие-то тряпки, мешки, короче, всякую ерунду. Кому это интересно. Ужас, ребят, то картошку, то тряпьё. Вот вам и контент. Ну, ещё обозвала Колю мастером-фломастером, потому что у него на двери висят отверточки. Да, оказывается, Калюня у неё мастер-фломастер. Во как! Ну, и на этом она закончила видеоролик, пожелав всего хорошего, как всегда. Да. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok